Здравствуйте! На канале АТВ Центр время новостей и в эфире программа «Ныне» с информацией о возложении наших корреспондентов. Коротко о некоторых темах этого выпуска. В настоящее время Верхнебоскунчакская дистанция пути Приволжской железной дороги обслуживает 330 километров стальных магистралей. Чтобы содержать их в надлежащем состоянии, на предприятии трудится сплоченный коллектив. Нововведения по вопросам объективного проведения единых государственных экзаменов обсуждались на совещании с участием директоров школ. Наследники Победы в дни майских праздников лучшие воспитанники Ахтубинской кадетской школы участвовали во всероссийском военно-спортивном сборе в городе Набережные Челны. И обо всем подробнее. Министерство образования и науки Астраханской области обращает внимание на усиление контроля за соблюдением порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускников образовательных учреждений. Вчера этой теме было посвящено целое совещание на уровне начальника районного управления образования с участием директоров школ. Никаких изменений в процедуре сдачи единого госэкзамена не предусмотрено. Типология заданий, минимальный проходной балл и время проведения аттестации по всем предметам остались прежними. Нововведения коснулись лишь вопросов объективного проведения единых государственных экзаменов, повышения их прозрачности и объективности. Начальник районного управления образования собрал руководителей школ, чтобы еще раз обсудить все нюансы. Алексей Лаптеев подчеркнул, что от работы педагогов, задействованных при сдаче ЕГЭ, многое зависит, и действовать они должны в рамках имеющейся инструкции. Никаких телефонов, говорю сразу, ни у организаторов, ни у детей телефонов быть не может. В 2014 году каждый участник ЕГЭ, имеющий при себе мобильный телефон, будет удален из аудитории. Значения не имеет, пользовался ли выпускник гаджетом или нет. Такие же требования предъявляются к педагогам. Даже начальник управления образования, заходя в школу, телефон оставляет в машине у водителя. В каждой аудитории установят видеокамеры. При необходимости можно просмотреть видеозапись. К тому же все входы в пункты проведения экзаменов будут оборудованы металлодетекторами, а запасные выходы и кабинеты, незадействованные под экзамен, будут опечатаны. Еще все участники процесса, включая взрослых и детей, должны иметь при себе паспорта. И находиться в пункте сдачи экзамена могут только специалисты, утвержденные приказом. Любая оплошность со стороны взрослых может негативным образом отразиться на детях. И об этом нужно помнить не только педагогам, но и родителям выпускников. Практика прошлых лет свидетельствует, что случаи, когда родственники пытались проникнуть в школу, фиксировались. В этом году подобная попытка, как и наличие телефона, является основанием для пересдачи экзамена только через год. Все действительно очень серьезно. В этом году порядок сдачи экзаменационного материала, если вы не сдаете, абсолютно изменился. Если раньше этот экзаменационный материал выносили из аудитории и шли консультироваться к руководителю пункта, к представителю ГЭК, в этом году этого носить нельзя. Если материалы из аудитории будут вынесены, это зафиксирует камера, вот эти 15 детей, извините, вот отдай родителей на травму на этих преподавателей, вот пусть они их нужны. Дети будут переставать. Все. Все предпринимаемые меры по вопросам объективного проведения ЕГЭ касаются не только 11-классников, но и учеников 9-х классов. Все они к экзаменам в этом году допущены. Но в случае, если ребенок не набирает баллов, необходимых для положительной аттестации, то пересдавать экзамен он тоже будет через год. По сути дела, обучаться в 9-м классе придется еще раз. Таковы правила, но тем, кто в течение года старательно учился, беспокоиться не стоит. По мнению педагогов, набрать минимальный проходной балл не так уж сложно. Верхний Баскунчак и по сей день считают поселком железнодорожников. И хотя коллектив дистанции пути уже не так многочислен, как раньше, перспективы развития данного населенного пункта у местных жителей связаны именно с ним. Глава местной администрации Шагид Тикеев и сам начинал трудовую деятельность с работы на железной дороге. В решении социальных вопросов он во многом опирается на своих бывших коллег и о том, чем поселок живет сегодня в материале Сергея Луцева. Дорога до Хтубинска до поселка Верхний Баскунчак заняла не более получаса. Исторически сложилось так, что рабочий поселок связан с железной дорогой и является крупным железнодорожным узлом. Два десятка лет назад здесь все принадлежало железной дороге. Земля, дома, строения, школы, больницы, вся инфраструктура. Сегодня все это в ведении муниципалитета. Все предприятия, все рабочие места, вся структура поселка, она выстраивалась именно под нужды железной дороги. И сам поселок обустраивался именно вокруг железной дороги, потому что изначально было построено депо. Первое здесь депо было построено, путевое хозяйство. И уже вокруг железной дороги, вокруг станционных построек уже и поселок пребывал, обустраивался. Говоря о железной дороге, нельзя не посмотреть на его атрибут, железнодорожный вокзал и станцию, которые отремонтированы и в хорошем состоянии. Как напряженно работают здесь люди, рассказывает Василий Табаков, заместитель начальника станции по оперативной работе. Станция у нас первого класса, объединенная станция. К ней присоединены станции Нижний Баскунчак и станция Шунгули, ну и естественно станция Верхний Баскунчак. Объединенный узел такой, состоящий из трех станций. Станция работает на четыре направления, по своему характеру является участковой. В принципе, основная работа это с транзитными поездами. В зимний график пассажирских поездов не очень много, ну порядка десяти поездов за сутки. Летний, когда начинается режим, уже конечно поездов в два раза больше, порядка 20 пассажирских поездов за сутки проходит. И грузовых порядка 50 за сутки, да. Всего 70 поездов. Съемочная группа в течение дня посетила основные предприятия. Подменный пункт эксплуатационного локомотивного депо, фактически это подразделение является сердцем железной дороги. На вопрос, где отдыхают бригады машинистов, где ночует тепловоз, как взять его со стоянки, ответил начальник подменного пункта Верхний Баскунчак Александр Епифанов. Изначально выдача локомотивов и локомотивных бригад, которые приезжают сюда как с Астрахани, с Волгограда, с Максима Горького, с Паласовки, для вывода поездов разного повышенного веса или массы. По отдыху локомотивная бригада после прибытия Верхний Баскунчак отдыхает в нашем бригадном доме. После этого времени локомотивная бригада приходит к дежурному под УПО, получает маршрут. Дежурный под УПО указывает номер локомотива, где отстаивается локомотив, или после проведения ТО-2, или на станции в парке Б, где у нас отстаиваются поезда. Локомотивная бригада принимается в локомотив на протяжении 20 минут. Доклад дежурному по станции, что локомотив принят и выдвигается, опробует автотормоза и выдвигается на то или иное направление. Мы побывали на предприятии, люди, которые занимаются выполнением всех видов капитального ремонта железнодорожного пути и Приволжской железной дороги, встречались с ремонтными бригадами дистанции пути, посетили ремонтное локомотивное депо, разговаривали с рабочими династиями на предприятиях, потомственными железнодорожниками, людьми, любящими свою профессию. На всех встречах чувствовалось достоинство и спокойствие людей, уверенность в себе. На этом фоне заместитель главы муниципального образования Александр Асташкин, сопровождавший съемочную группу, показал, что немало сделано муниципальной власти по благоустройству центральной части поселка, реконструкции водоснабжения населения, работе ЖКХ в социальной сфере. Вот как комментируют эти достижения глава муниципального образования Шагид Тикиев. Основные направления, значит, жизнедеятельности поселка, они стабилизированы. Водоснабжение бесперебойное восстановлено, ну, бывают аварийные моменты, какие-то что-то проблемы, но в целом водоснабжение есть. Те веерные отключения электроэнергии проблемы, значит, по этим сетям электрическим, они практически решены. Решается вопрос восстановления дорог в поселке, здесь и за счет местного бюджета, и за счет субсидий с областного бюджета. До процветания, конечно, нам еще работать и работать, а вот положительные уже моменты они у нас есть. Покидали поселок Верхний Баспанчак поздно вечером. В коротком сюжете нельзя осветить все, и съемочная группа более подробно расскажет о людях и поселке в специальном выпуске. В дни майских праздников 10 лучших кадетов школы интернат имени Сухова приняли участие во Всероссийском молодежном образовательном сборе военно-спортивных организаций и кадетских корпусов. Военно-патриотический слет «Союз наследники победы» ежегодно объединяет под своим крылом юных десантников из многих регионов России и ближнего зарубежья. В течение 10 дней с раннего утра до позднего вечера в составе интернациональных команд ребята соревновались в различных дисциплинах. В итоге 39 медалей, 44 грамоты и масса незабываемых впечатлений, которыми кадеты поделились с нашим корреспондентом Татьяной Заяц. Основная задача проекта «Союз наследники победы», как понятно из названия, не только выявить сильнейших будущих защитников нашего Отечества, но и сплотить молодежь всей страны. Поэтому команды-участники формировались смешанным образом из представителей самых разных уголков России. В этом году посоревноваться в военно-спортивных дисциплинах в Набережные Челны прибыло более 300 юношей и девушек из 25 регионов России, а также из Украины, Белоруссии и Крыма. Представители Ахтубинского военно-патриотического движения участвуют в проекте с 2008 года. Чтобы поехать в Набережные Челны, кадеты первого курса летки прошли строгий отбор. Я предложил Пётру Михайловичу, чтобы рассмотреть вариант, все-таки произвести отбор из лучших, ну то есть кто по успеваемости, чтобы не было проблем у них с учебой. Тем более хотелось бы, чтобы участники все-таки стали будущим офицерами, то есть именно вот эта закалка им пригодится. За 10 дней каждой команде предстояло пройти 12 видов испытаний, среди которых была полоса препятствий, марш-бросок, метание ножей, стрельба, оказание медицинской помощи, строевая подготовка и многое-многое другое. Каждое соревнование, оно своеобразный тест. Есть определенные результаты, уже когда-то ранее кем-то сделанные, они идут за 100%. И по понижающей идет остальное, по уменьшению. И вот сколько уж ты набрал, потом тебе в конце концов какая-то баллая система, и все это сравнивается, индивидуальный результат есть. В результате нелегкой борьбы команды, в составе которых были Ахтубинские кадеты, заняли призовые места. Мы трое человек награждены на звание личной добрости, там диплом нам дали. Это значит то, что наш вклад в команду принес большие плоды, и поэтому нас наградили этой наградой. Самое трудное было бег 3 километра, там мы бегали с автоматами, и не только с автоматами, но еще с девушками, которые тоже там, ну, не добегали до конца финиша, и пришлось их нести на себе. Запомнились мастер-классы, которые проводили там, то есть это обучающие тренинги, которые проводили действующие офицеры, допустим, проводили профессора, которые приезжали специально на этот сбор, который приезжали, спортсмены приезжали с разных городов, проводили мастер-классы. Там утренняя пробежка была по, можно сказать, горной тропе, то есть это был красивейший вид, это была горная тропа, даже было болото, где приходилось иногда нырять с кроссовками. Благодаря тому, что здесь в школе мы хорошо тренировались, занимались, мы смогли преодолеть такие трудные испытания на слете. Ребятам, которые будут после нас, следующий первый курс, я хотел бы пожелать им побольше выносливости и терпения, потому что будет очень сложно, всякие силовые испытания ОФП, может бросок, это будет все очень сложно. Но потом, когда последний день, когда уже соревнования закончатся, все очень сильно сдружатся, и будет очень приятная домашняя атмосфера. Я бы еще раз съездил, мне очень понравилось. В очередной раз Ахтуминские ребята показали свою силу, сплоченность и высокий боевой дух. Кадеты получили 39 медалей, 44 грамоты, а также возможность поучаствовать в праздничном параде. 9 мая нас пригласили на парад, и мы маршировали с парадным расчетом города Набережной Челны. С началом дискотеки разожгли прощальный костер. Желающие могли подойти и посидеть рядом с костром. Примерно через минут 40, после того, как этот костер разожгли, уже начали запускать фейерверки. В полном ходу шла дискотека, все исчезлились и радовались. По словам наставника Ахтуминских юных десантников, в свете последних событий на Украине, значимость данного военного патриотического слета необычайно высока. За 10 дней готова команда, команда, которая уже друг друга знает о всех ситуациях, в таких сложных ситуациях. Ведь там сразу все проявляется, это как почти казарменное положение. Внутри небольшого коллектива, пусть 30 человек, выполняют одну задачу, кто-то отстал. У кого-то, вот сколько наших ребят, я вот смотрю фотографию, много раз видел. Да и на полосе стоял, то есть 4 автомата, 3 автомата, то есть кого-то тащат на себе, то есть ну, а нельзя бросать, то есть как бы то ни было. Вот ты попал в коллектив, и вот он твой. Ты можешь, конечно, бросить одного, третьего, пятого, да, вот ты с кем останешься? И это работает. В стенах родного учебного заведения ребят чествовали как настоящих героев. В торжественной обстановке перед строем всей школы юные десантники получили заслуженные награды. И слова благодарности от преподавателей школы, наставников, а также от депутата областной думы Натальи Быхевец, которая помогла организовать поездку на слет. Уже стало традицией, что наша команда занимает ведущие призовые места. Я ставлю пример, состав команды привожу, ставлю пример вот таких кадетов. Берите с них пример, и, в общем, мы все жители города Ахтубинска, ими гордимся. Обещали приехать в мае и слово свое сдержали. Белорусские предприниматели вновь приглашают Ахтубинцев на ярмарку за свежими продуктами, одеждой, стрекотажа и другими товарами. Торговые палатки установлены рядом с площадью Ленина. Улицу Циолковского несколько дней можно смело называть улицей Белорусской. Под зелено-красным государственным флагом здесь разместился палаточный торговый городок. В рамках реализации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о торгово-экономическом сотрудничестве правительство Астраханской области и Витебский обл. исполком организовали проведение данной Витебской торговой ярмарки. Ярмарку мы приурочили к дню празднования славянской письменности и культуры, которые будут проходить у нас 24 мая, в эту субботу. Мы очень рады участвовать в вашем празднике, принимать участие. Мы даже готовим маленькую концертную программу. Нам очень понравилось в прошлый раз, когда мы были у вас, очень гостеприимный город. По ассортименту на этот раз мы его расширили. Более летнего ассортимента много, текстильное. Беларусь славится своим текстилем, поэтому мы очень широко представили сейчас эту продукцию. Яркий трикотаж, настоящая мясная колбаса да сладкая халва – это ярмарки краски. Добрая майская сказка от белорусских предпринимателей, известных производителей натуральной качественной продукции. В широком ассортименте одежда для женщин, постельное белье, полотенце, скатерти. На холодильных прилавках молочная и мясная продукция. Для мужа мясочка такого вкусненького и украинское. Я забыла у вас украинские еще колбаски домашние. Домашняя колбаска очень вкусная. Видите, у меня даже есть филе перепелки. Это может быть все для гурманов. Ну пусть попробуют. Кондитерские изделия в цене, но не всех покупателей это смущает. Многим хочется побаловать себя натуральными сладостями – ягодами и фруктами в шоколаде, халвой с маком и орехами. Взяли попробовать халву с маком и с кунжуком и еще с какао. Мне понравится еще придем. Прогуливаясь по тенистым улицам, сверните на Циолковского. Призывают ахтубинцев белорусские предприниматели. Ярмарка и накормит, и оденет, порадует от души. До лета, как говорится, рукой подать. И если кто-то собирается уехать отдохнуть на юг подальше от Машки, то настоящие дачники позволить себе этого не могут. Посадки бесполиво засохнут, а дача зарастет бурьяном. В своем сюжете наш корреспондент Владислав Лихварь расскажет, как сделать жизнь на дачном участке более комфортной и свободной от сорной растительности. У дачников проблем с паромной, лодочной переправами нет. Работа, кажется, в этом сезоне нормализовалась. До лета, до июня остается всего 10 дней. Многие ахтубинцы на это время, на июнь, выезжают за пределы региона, отдыхают на курортах, нежатся на солнышке. Ну, а настоящие дачники позволить себе этого не могут. У них как раз наступает самый интересный период созревания ягод, фруктов, плодов и так далее. Ну, а чтобы обезопасить себя от укусов назойливой Машкары, достаточно поменять кепочку на подобную антимоскитную сетку. От точного прогноза воздержимся. Но, судя по тому, что полая вода стремительно падает, Машкары в этом сезоне может и не быть. Как-то такое случилось в прошлом веке. Пройдем по саду-огороду. Осмотр деревьев, кустарников обязателен. На груши замечаем слипшиеся листья. Это трудоголики-муравьи успели занести тлю. Надо срочно принимать меры для ее избавления. Сделать надо так. Пояс из полиэтиленовой пленки смазать невысыхающей автосмазкой. Графитовой, например, солидолом. Ни один муравей не пройдет. А пораженные тлей листья обрызгать мыльным раствором. Этого достаточно. В связи с резкими перепадами температуры деревьев в декабре-январе прошлого года нежные косточковые деревья отдыхают. Абрикосы, персики даже не цвели. Однако, как и остальные, требуют полива. Усиленного причем. Ростовые ветви всех садовых деревьев, кустарников, развиваются в мае-июне. Полив им нужен интенсивный 2-3 раза в неделю. Заливать чаши до краев не обязательно. Но мульчировать надо. Почва под кронами должна быть постоянно влажной. 10 мая в самодельном парнике высадил помидоры, огурцы, предварительно укрыв почву черным нетканым материалом. 60-кой. Использовал его и в прошлом году. Эффект поразителен. Самую жару достаточно 2-3 поливов в неделю. Разбрызгиванием. Экономится время, вода, электроэнергия. Посадки все время находятся во влажной почве. А главное, за весну-лето ни одной прополки. Под черным укрытием семена трав просто не всходят. На огородных грядках тоже несколько лет применяю черную нетканку. Грядки не делаю. Нет надобности заливать водой до краев, как раньше. Достаточно работы двух разбрызгивателей 30-40 минут. И овощное поле в 3 сутки заряжается влагой на 3-4 дня. Белый же нетканый материал от сурной травы не спасет. Им накрывают овощные от заморозков, от ветра и как укрытие от солнца. А плотный 60-кой от вредных дождей. Друзья, используйте передовые технологии агротехники. Берегите здоровье. Не парьтесь на солнце, выщипая травку в грядках, от которой очень легко избавиться, применяя черный нетканый материал. И на сегодня это все новости. Спасибо, что оставались с нами. Всего доброго и до следующей встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова